здравствуйте и берешь блогер какой-то не помню ты витал на морде но в лет сколько 18 ребенок ладно без рыбий рак рыба что есть вопросы комик как ваш делая спасилась нормально воин фашистской россии как обычно не меняется понятно как относитесь к блогер такого усы столыпина знаете таком да я с ним у меня куча роликов с ним не вывозной блогер который они за пристали ничего не знаю про историю ничего не знаю и всем общается сегодня и всем и всем расскажут какую-то дичь и в эту дичь все верят так печальный блогер и печаль и печальная и печальная публика очень жалко мить авто и вас на чем сейчас сегодня мне тема тема война политика история запрет украинского языка в 19 веке бандеровское движение 20 советский союз как фашистское государство по разному и символа кстати насчет советского союза на самом деле мне очень интересно что очень многие но сейчас общаюсь с украинцами и очень многие украинцы сказать мне это что вот советский союз это было фашистское государство да потому что если посмотреть и посмотреть на нациклую германию фашистскую италию и советский союз то эти государства принципе были одинаковые разница 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 только была в геноциде в способе людей нет потому что потому что для того чтобы государство называлось фашистским там должна полностью отсутствует демократия и республиканская форма правления а в сша несмотря на их милитаризм экспансивную политику там сферы влияния вот они не занимались они не занимались тем что узурпировали свой же народ там были выборы любая империя да где не стоит конституционный до границу чего на любая империя по-вашему это нацизм что ты мне что ты милишь ну да себе стыла ну я дома спрашиваю уточняю вы скажете что вот обязательно что нет демократии фашизм фашизм это как любое тоталитарное государство и авторитарные она отменяет все гражданские институции вот и люди поражены в политических правах вот так так империи 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 это пред фашистские государства фашистский фашистское государство приходит во времена индекс 13 через школы пропаганду индустриальную эпоху и так далее империи империи это другая вообще парадигма и другая и другая эпоха темой ну какие например вот примеру вот российская империя по российской империи а была фашистским государством я еще раз объясняю российской империи не было тоталитарным государством там не было культа вождя и в российском российской империи были институты подданства а в фашистском государстве нет институтов подданства это империи это донациональная эпоха а тоталитарное государство строит свое строит свою идеологию на ядре троеболизма если вы знаете что такое троеболизм если не знаете яндекс яндекс помощь хорошо это первобытное это первобытное грубо говоря национальное племенное сознание когда когда ради своих когда ради своих экспансивных фантазий вождь там или группа во главе с вождем навязывает навязывать общество через интернацию через школы политику национализма племенном ядре то есть мы мы не такие мы не такие вернее они такие поэтому их нужно уничтожать либо как в советском суде по классному признаку либо как германии по псевдоразму либо как в современном китае по этническому так то есть нынче китае это это глубоко это фашистское государство конечно нынешний китай естественно понятно ну давайте давайте тоталитаризм есть 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 не только при фашизме еще раз лизом коммунизм тоже может подразумевать под собой это литризм социализм и коммунизм это идеология и к политической политической практике зачем ты говоришь вещи которых ты не понимаешь зачем ты все в кучу навалил социализм тоже может быть при фашизме социализма социализма мировой практике не было нигде и коммунизма тем более не был нигде потому что коммунизм это следующая стадия после социализма а социализм это следующая стадия после развитого капитализма по Марксу. А в Советском Союзе, ой, вернее, в Российской империи, не было развитого капитализма. Поэтому с точки зрения практики, а не идеологии, там не может быть априори социализма, понимаешь? Там был фашизм, и все. Идеологическая, я так говорю, идеологическая оболочка никакого значения не имеет. Это всего лишь как бы доктринальное оформление любого государства. Я уже приводил 100 раз пример, что если бы Гитлер, например, писал бы в Майнкамф, что нужно, например, сажать, не сжигать людей, а сажать клубнику и гладить собачек, это что делает его ненасыдным, например. Мы смотрим на спектр политических практик, еще раз говорю, учи хоть что-нибудь. Да, какой вопрос следующий? Слушай, вопросы все отпали. Вообще все отпали. Я понял. Так, получается, просто подытожим. А, я еще хотел сказать по поводу, ты говоришь, тоталитаризм, а что такое тоталитаризм? Это государственный устрой, при котором осуществляется государственный контроль над всеми сферами жизни гражданина, если не ошибаюсь, что такое. Ну, почти правильно. Хоть кто-то, да. Ну-ну. То есть, любая тоталитарная система является фашистской? Ты же понял, понимаю? Нет, неправильно. Потому что тоталитаризм может быть в определенный период, например, в определенный период в каком-либо государства, когда государство за кем-то следит поголовно и все. Например, как в Америке, как в Америке, в разгар холодной войны, там, после где-то 50, где-то 40, наверное, 7-го, 51-го, ЦРУ за всеми следил. Это был тоталитарный период в истории США, но оно не было фашистским. Просто это спектр, это спектр наборов, да, и спектр, спектр никаких критериев, постулатов, которые в комплексе дают фашистское государство, и все. Вот. Ну, первое, первое, это полное отсутствие гражданских институций и поражение людей в политических правах. Америка сюда вообще, в принципе, не подходит. Ну, вот. Что-то около, но не около, потому что тоталитаризм душит вообще любую свободу слова. Вот так. Вообще, Америка, когда в Советском Союзе рабочих Хрущев давил, там, типа, расстреливал за то, что они вышли протестовать против повышения цен на хлеб, на масло, в США уже черные начали бороться за свои права. И вот спустя столько времени Россия остается тоталитарным неофашистским государством, а Америка, например, избрала Бараку Обаму, который плюс-минус, там, можно сказать, человек негройной расы. То есть они как-то в себе это перевоспитывают. Вот так вот. Да? А, кстати, вот такого момента, не считаете ли вы то, что США очень долго отходило, в принципе, от рабского строя, да, и от угнетения по арабскому признаку. Не долго? Отличить, кстати, от Советского Союза, например. Где там выдавали права женщинам равные, да, первые, то причем, то причем, дутро, причем, секундочку. Там, в принципе, не было, например, магазинов, да, отдельно для чухонных, не было, один туалетов, не было, отдельных кафешек. Да, там просто, да, все верно, там просто разница в США, между США и Советским Союзом, в том, что... Там большая разница. Вот, в том, что угнетенные в США были по арабскому признаку, сил исторических событий, да, вот, а в Советском Союзе был угнетен практически весь народ, кроме правящего класса, которого вообще не должно было никак быть на идеологическом уровне, и он на идеологическом уровне сегодня как не идентифицировал, так называемая сталинская иммунклатура, и был угнетенный весь народ. Там, если в США были туалеты для белых, вернее, школы, туалеты для белых и для черных, да, условно, которые потом отменили, там, в 60-х годах, там, или в 70-х, не помню. Вроде бы в 70-х годах закончилось. Вот. То в Советском Союзе были школы для простых смертных, для всего Советского Союза, и были специальные школы, так как это не эгалитарное общество, а элитарное общество, для сталинской иммунклатуры. Да. Когда, например, людям не было, нечего было жрать, вот, то, например, были спецрспределители, которые давали, там, чуть ли не, там, до этого самого, 2 килограмма рыбы, там, неограниченная, там, курица, килограмм икры, понимаешь, на сталинскую иммунклатуру. Вот так вот было, да. Там угнетали, там угнетали чужой народ, а тут угнетали свой народ. Вот так вот это работает. Угу. Понятно. Не, я просто не защищаю С, просто мне очень интересно само обыделение, потому что для меня, то есть, фашизм все-таки связан с каким-либо угнетением конкретных групп, никакого так класса определенного, да. А почему класс не является группой, я не понял. Почему класс... Я вот хотел продолжить каких-то национальных, расовых, да, может быть, по вероисповеданию группы. Геноцид, пожалуйста, убийство людей, если ты сын папа, ты уничтожаешься в Советском Союзе, если ты священник, ты уничтожаешься. Когда Сталин вернулся к церкви, потому что он хотел вернуться к истокам империи, он решил на этом сыграть, потому что, когда немцы разрешили церковь, Сталин сделал хороший ход. Несмотря на то, что Сталин был садист, но он, тем не менее, он умел думать, как по мне. Со знаком минус, но умел. Он сделал хороший ход, он открыл церковь в 42-м году, или в 43-м, я не помню. Он сделал какую-то тему, что, да, верующие будут там, на оккупированных территориях, но главный поп, типа, как он называется, там, этот... Патриарх. Главный патриарх будет здесь, на неоккупированной территории. Вот так вот он сделал. Вот. Но, тем не менее, до этого было гнетение. И геноцид, то, что я сюда привожу, геноцид, который в Советском Союзе признан актом геноцида, в Европарламенте признан актом геноцида, выселение и депортация чеченов, янгушей, калмыков, якутов, украинцев, это все признано актом геноцида. И этот геноцид, я так говорю, и этот геноцид, и этот геноцид был по национальному признаку, но, вернее, он был по этническому. В сталинской системе слово национальность было искажено, это был этнос, записан в паспорт, это были этнические ситки путем депортации людей. Люди не доезжали, люди погибали, людям не было чего есть, есть куча документов, я их второзрастал. Да, я слышал, с евреями там тоже перевозили, и потом... Еврейская автономная. Борьба с космополитами, дело врачей, это все сталинский предсмертный антисептизм. Вот и все. А при Хрущеве, Брежневе, такое имело место быть? Оно меньше было. Конечно, в сталинскую систему это было в пиковой точке, потом было меньше. Просто власть меняется, и развенчание культа личности, который Хрущев сделал на национальном севере, он понимал, что если сейчас это не сделают, то люди, которые возвращаются из лагерей, они сметут власть, потому что уже были митинги, господи, как же назывался, как в этот, Особлах, Карлах, вот, в Карлаге уже были жесткие митинги, которые не могли никак давить. И Хрущев сделал, развлечал культ личности. Вот так вот было. Вот. Конечно, в конце уже это все шло на спад. Ну, в современном Китае тоже. Вот он вроде бы долго не занимался экспансивной политикой, а потом начал делать не помню, не помню, как этот народ называется на букву У. Ну, на севере у них там, да, вот область. Вот так. Как-то не суть, да, не суть важная. Как они называются? Лагеря перевоспитания, да, они там называются? Они как-то такая тема. Да, просто я, давай на ты, просто я понимаю, что ты из России, и тебе, так как ты, может, блогером будешь хоть стать, там, еще что-либо, смотришь блогеров, тебе очень важно защитить Советский Союз, и ты, я не защищаю, я тебе сразу сказал, что я не защищаю, просто у меня вот, для меня один, как бы сравнивать эти две. И то, что Советский Союз, это полное г**но, нет, для меня это реально полное г**но, как и Российская Империя, где есть минусы, просто для меня, это и то, и то моя история, на моих предков. Нет, как и ваших предков. секундочку, мы говорим, мы говорим про, то, был ли твои предки, ну, типа, был ли там Советский Союз с фашистским государством. И я тебе только что на примере привел, что геноцид, в том числе и депортация людей, это считается актом геноцида. То есть Сталин, я молчу там про репрессии, про голод искусственный, который непонятно зачем был, это тоже геноцид, кто просто... Ну, геноцид, это форма геноцида, да. Вот, просто у них зажался крестьянство, как класс, но почему мы можем, почему геноцид, например, этнические группы, это плохо, а геноцид крестьянства, как класс, которые ходят разные этнические группы. Это плохо, только и то, и то разные вещи немного. Почему? То есть, идеологически-то разные вещи. Нет, уничтожаются, еще раз, уничтожаются группы, уничтожаются группы неких людей, вот, группы людей, которые не угодны, которые, которые не угодны в власти. Если мы говорим о том, что в Советском Союзе уничтожили по классному признаку, и поэтому это не фашизм. Ну тогда хорошо, тогда можно сказать, что это два государства, у которых просто... То, что я всегда говорил, нацизм в Германии и социализм в Советском Союзе, это одно и то же. Можно назвать не фашизм, можно назвать там сталинизм и гитлеризм, к примеру. Ну, мы с тобой дошли до того, что разница была просто в геноциде разных групп. В Советском Союзе классовых и этнических, а в Германии псевдоразмических. Я согласен, хорошо. И последний вопрос. У вас прозвучала такая фраза, то, что нынешняя неофашистская Россия, как-то вот так, скажем, боже, а вот у нас какой-то тоже фашизм, я так понимаю, да? Ну, тоталитаризм. У нас тоже чистки, этнические какие-то эрикозы, может быть. Тоталитаризм, авторитаризм, экспансивная политика, культ вождя, жесткая цензура, новояз, не взорвалась, а под этот, задымилась, не взрыв, а жесткая посадка, там и так далее, и так далее. Вот. Угнетение, угнетение по всем здравственному признаку. Прыжки, кто не прыгает, кто не скачет, кто не скачет, кто чурка. Отсылки к неофашизму, когда люди выходят, когда люди выходят... Проскакать, прыгать, это вот чьи слова? Какого года? Где? Ну, 11-й год, а выходили с плакатом национал-социализм наше будущее, я, по-моему, 16-й. Это русский марш, который, да? Ну, он сам и да. Который разгоняется сейчас уже в метро, да, на выходе из метро их начинает... Я последнее, что видел, это 19-й год, потом ковид, никто никого не разгонял, они себя спокойно шли. Насколько я знаю, их разгоняют, причем есть кадры, как и прям избивают конкретно, то есть они идут. Ну, тем не менее, они какого-то хрена вышли на митинг, и их охраняют люди. Ну, конечно, он один из геологов и один из популязаторов, наверное, неонацистма в России. Ну, один из... Я еще знаю, у вас есть Мельчаков, который заявлял, я нацист и воюю сейчас в Украине, власть ничего не сделает. А, Мельчаков, который Дешергай Русич, да? Ну, он сам идет. Ну, да, это тоже, да, у нас есть... Почему-то у вас же запрещен коврад, правильно? А он почему-то с этим... Он почему-то с коврадом у них Дешергай Русич, и никто здесь с ним... Коврад-то у нас не запрещен, а запрещен именно немецкий вот этот вот... Коврад запрещен, пиши, коврад... коврад, как экстремистский знак запрещен в России. Я изучал этот вопрос. Хорошо, хорошо, я учит вопрос. Еще какие-то вопросы, давай. Может, подучится. По национальному признаку вот этого вот... по этническому по этническому вот кого где чего украинцы лишать лишать бесконц лагерей ваше дело в том что можно конечно можно открыть можно открыть детские конвенции в объединениях войны как обращаться с военнопленными как обращаться гражданским населением и можно открыть например можно открыть например триста пятьдесят седьмую статью по моему российской федерации что есть актом цена вот и там по-моему 357 или 356 там что-то про качество условия жизни вот когда вы лишаете людей тепла и крова и посредством этого люди болеют умер блинцев это тоже и пнацид вот когда вы кидаете ракеты на жилые дома просто так а когда ракета вред в небо в одессу харьков по жилому дому русская ракета украинцев что налетел прямо на правильно именно в дом в жилой до массив ну естественно конечно чтобы запугать людей но потому что если страна мое мнение таково если страна пугает людей тем что лишает их тепла там света валит дамбу например вот хотя бы это все отрицаете я не вижу и ниже причин почему бы не кидать ракета в жилые дома а просвет и отопление то вот про удара и зимой когда были по сети вот вы не думаете на верх они начались удар по сети чуть раньше чем зима началась и что осенью вопрос такой они сюда этого и просить да и в принципе игра снабжение она является атрибутикой например что ну например что мера есть у вас электровозы какие электровозы возящие до вагоны у нас у нас на дизеле у нас такая же логике как у вас на дизеле плюс есть камаза это никак не работает там около 75 процентов что ли у вас электровозов 75 но надо стать надо статистику надо посмотреть статистику конкретно военные ларистики они все сколько у нас в электровозы я не вот да и на то что электричек конечно же будем в киеве например у нас специально сделали больше электричество чтобы людей возить по ну типа как лишняя ветка метро условно сделано так это ничего не значит также на электричках перевозят так что он электричках получается перевозят теперь там этот патроны и и танки или что ну вот если да есть дизель всегда есть там колонны с грузовиками и так Мы говорим о лишении людей тепла, крова и света. Мы говорим о попадании ракеты в жилой дом. Это так называемые сопутствующие потери. Это не сопутствующие потери. Если ракета летит в жилой дом, она попадает в жилой дом, если вы сверхточным оружием бьете в жилой дом, то я не вижу никаких причин читать, что эта ракета летела не в жилом. Это про удар в Днепре по годовой давности? В Днепр, в Харьков, в Одессу, в Киев. Я живу 500 метров от военного объекта. В который вы ни разу не попали. Вы попадаете в жилые дома. Оно либо летит не в военный объект, куда угодно, либо летит в целенаправленный дом. Потому что в Днепре, например, в Харькове, там не было военных объектов. Там ничего не было. В Харькове нет военных объектов. И нет объектов снабжения. 2 марта, когда вы кинули ракету 22 года, там не было военного объекта. Вы кинули по обл. администрации. Когда вы в Николаев кинули, в ракету попали по обл. администрации, там ничего не осталось. По мэрии, не помню куда. Это все геноцид украинцев. Это называется геноцид. По моему мнению, вот так. По вашему мнению, хорошо. Да. А потом, ну опять-таки, что должно типа случиться? Кто-то должен признать это актом геноцида. Мариуполь по этому. Да, признавание на самом деле признает. Мариуполь по этому. Мариуполь по драмтеатру. Мариуполь по скажи мне, как он называется, по роддому, например. Это все это. Это геноцид детей. Когда удар по роддому был? А ты не по Мариуполь. Напиши, что Мариуполь удар по роддому. А давайте забыли на самом деле. Мариуполь это такая очень плащебная ситуация. С обоих стороне считаю то, что и Россия сделала неправильно, и Украина в том числе, то, что начала обороняться именно в самом городе. Я считаю, что это неправильно. Я понял. Тогда по такой логике неправильно делали солдаты, которые с Мамаева-Кургана отошли в Сталинград и защищали Сталинград внутри города. Верно? Такая логика. Сталинград настоящая мясорубка. Я считаю, что если считать то, что оправдана она или нет, наверное, да. Но с точки зрения... Нет, мы не говорим, мы не говорим и правда не оправданно, потому что любая защита города идет внутри города. Вот. Но Сталинград, насколько я знаю, очень большая часть населения эвакуированная. Сталин запретил эвакуировать население. Да? 23 августа 42-го... 23 августа 42-го года были бомбежки, и люди с детьми бегали вправо-влево. Вот. Я читал... Я читал мнение одного человека... Опять же, да, это неправильно. Неправильно. Вот. А с точки зрения именно военного, ремеслазского... Ну, это было... Сейчас, сегодня в полях никто не воюет. Сегодняшняя война построена в этих полях, никто не воюет. Прямо сейчас идут бои в полях. Вы не увидите... Вы не увидите ни одной... Вот честнее вы воевали, что там была война в полях. Нет. Там была война в горах, потому что Чечня это основа горы. Грозный это... Грозный это горы? Грозный это город и... Село... Ну, горы... Грозный это город из горы, или что? Город, город. Город. Ну, и все. Ну, так это тоже городские бои, я тоже считаю, что это очень неправильно. С обоих сторон. Так любая война-то проходит. Я считаю, что войска обоих сторон не должны поставлять максимально... Так, так любая война проходит. надо говорить тогда надо говорить не неправильно нападать на кого-то неправильно все все выходит оттуда любого языка цепочка строится нужно было нападать вот и все что есть еще какой-то просто фашизму по империи по империи фашизма нет вот я просто честно вот именно ваши руки не стрел потому что если у вас вы на украинском языке общайтесь меня от времени или у вас ролики называется украинского мнению нет значит сейчас путал на заказе вам случае вот вопрос такой как считаете сша устраивает гетоксиды примера во вьетнаме в карьере естественно но в раке я обсуждаю любую войну я я считаю что вторжение государства а на территории государства бы типа это к чувственно и и беспонтовая история я считаю что это все я считаю что это все бесчеловечно я осуждаю любую войну будь то сша во вьетнаме будь то китай во вьетнаме будь то советский союз в афганистане будь то будь то даже украинцы которые воевали в ираке которых послал кучма я все это осуждаю я все это презираю я все я к этому отношусь плохо единственное что я могу сказать что сегодняшняя война как защита нашего отечества ну это как уже вынуждена необходимость но мы ни на кого не нападали считаем нападение на к на чужую страну это плохо ну вот я считаю что в современном 21 веке люди должны торговать они и мозгами работать они как путин иродентист решил в украине увидеть ироденту и такой типа давайте пойдем танками на этот на украину они же рассыпятся за три за неделю на три дня за неделю все теперь на полтора года загрузили бахмут взяли спустя девять месяцев у победа класс за 8 за 9 за за 8 если ошибаюсь краски сердце пишет 8 пускай там пускай это будет полгода ну кому он вторая армия мира заберет бахмут помощью с мяса мясной штурм медами это просто мясорубка так называемая когда носится и себе и противнику большого но это так не равно не должно так работать в государства которые многие аналитики западные считают второй армии мир так они должны быть вы должны были должны были стратегически стратегически тактически за месяц все порешать вас ничего не получилось вы загрузили переговоры марта-апрельская в прошлом году уже договариваться миски как вот как вот тебе вот живется с тем что ну все-таки есть какой-то внешний престиж так есть внешний престиж любой страны как по мне ну по моему мнению я понимаю что можно закрыто сказать типа вот все у нас у нас автарки типа мы сами себе хозяева сами на производстве и по сами сами сусами но смотри твою страну признали стану террористом по всем стран европей не признал им на вон не признавали такой подожди мент под 10 агрессором агрессором признавать до больше признал а ваш режим теористически страны балтии нидерланды украина украина ладно не берем счет и и чехия по моему европарламент признал ваши зим то ли спонсором терроризма это сейчас одно и то же в современном мире либо стиристическим парламентом совет европы признал. И ОБСЕ. Это международные организации. И суд в Гаге. Это первый раз за всю историю вашего государства. Суд в Гаге признал Путина преступник. Вот тебе нормально скажи? Я знаю, почему смешно. Потому что суд в Гаге уже смешной тейк. Суд в Гаге не имеет юрисдикции ни в России, ни на Украине. Мы же не об этом говорим. Мы же вообще не об этом говорим. Что такое суд в Гаге? И что это? Для чего оно? Оно никому не колышет. Смотри, хорошо, убираем суд в Гаге. Есть Совет Европы, есть ОБСЕ, есть Европарламент, и есть 7 стран, которые признали вас странами террористами. Вот. Ну, тебе типа, ну, норм с этим живется или нет? Да, потому что я смотрю, есть китайцы. Да. Если же почти 2 милиарда, уже 2 миллиарда человек. И почти 2 миллиарда человек. Которые лояльно относятся к России. Да. Есть... 7 стран Африки, которые относятся лояльно к России. Почему вас вне вас волн не поддержали? А? Почему они вас волн не поддержали? Не понял. Если Китай вон... Потому что Китай – это сторона холодополитики. Да, получается, они не ваши союзники. То есть, на речь не о союзниках, а в отношении, во-первых, самого государства, а, во-вторых, отношения самого народа этого государства. Какого народа? Китай. Ну, китайцев народной республики. Тебе важно отношение народа к твоим государствам. Хорошо, а если, например... А если Китай, например, завтра скажет, что мы осуждаем режим Путина, он является террористическим, то какое у тебя будет отношение? Что ты будешь говорить? Что народ не виноват, это все правители? Ну, с точки зрения солитарного государства, во-первых, народ реально не виноват, очевидно. А, с другой стороны, это будет уже именно нашей внешней политике. И наших дипломатов. Потому что мы очень долгое время настаивали отношения именно с Китаем. То есть, а Европа, когда Путин говорил, когда Путин рассказывал, что нужно стремиться в Европу, что там зарплаты, люди живут лучше. Мы стремились в Европу. Мы даже пытались пойти в НАТО изначально. Но вот некоторые страны показали свои истины. И некоторые страны, да? Либо Путин начал гайки, да? Либо вот в них, причем, некоторые страны изначально были очень нелояльны к России. К примеру, Польша. Например. Нет, а кто-то... Всю историю очень и очень... Не, неправильно. Это вранье. А, Польша хорошо относится к России. Относилась. Значит, рассказываю. Так. В 70-х годах. Когда Польша... Ну, не 70-е, Россия, 91-го года. Я сейчас рассказываю. Причем я эту информацию беру не с этого, я беру вот конкретно с этой книги. Вот. Книга, она не про Россию. Она Украина, Беларусь, Польша. Вот. Установление нации. Тимоти Шнайдеровича, профессора Ельского университета. В 70-х годах, когда Польша, после Пилсудского, после Дерибана, Польши, Гитлером и Сталиным. Еще психологически, идеологически металась. Металась, по какому же вектору и нужно в будущем двигаться. На арену вышли два чувака. Фамилия одного была Гидройц, второго была Мирошевский. У них был журнальчик «Культура». И вот Гидройц и Мирошевский, в основном Гидройц это был, предсказал, что Советский Союз развалится. К концу 80-х годов. И он был прав. И он тогда писал из-за границы, что Польша, чтобы полностью не ушла с лица, с карты Европы, с политической карты. Ей нужно вести национальную политику, признав, в первую очередь, свои границы. Свои границы. Границы своего государства в том виде, в котором они есть уже сейчас. После Ялтинской конференции. То есть после 1945 года. И первым делом, когда начал Советский Союз встречать по швам, когда начали появляться партии, Горбачев разрешил партийность, Польша, послушав этих двух людей, начало со всеми вести нормальные отношения. И изначально взаимоотношения между Польшей и... И изначально взаимоотношения между Польшей и Россией были нормальными. Вот так вот. Вот. Поэтому Ядро и Семирошевский предсказали развал Советского Союза. И начали общаться о том, что нужно с Польшей делать... Польша должна иметь нормальные отношения. Польша признала независимость Украины, по-моему, раньше, чем Украина... Ну, там, декларация была какая-то, еще раньше, чем Украина вышла из состава Советского Союза. Книга называется «Перетворение нации. Литва, Польша и Беларусь. Украина». На русском она называется «Реконструкция нации». Тимати Снайдер.